Всем привет, дорогие друзья! С вами Виктория Кайнова. В последнее время я стала очень часто видеть такие комментарии с вопросами о том, а что у тебя с глазами, что со зрением, почему так произошло, что случилось, расскажи. Я, конечно, очень долгое время не хотела об этом рассказывать, ну, как-то все равно неприятно, да? Но сегодня я подумала, думаю, ну, ладно, хорошо, раз людям так интересно, я расскажу. Так, короче, получилось, что я родилась на доношке в 7,5 месяцев и месяц натикалась к увезе. И, короче, мне необходим был кислород, а на глаза не надевали повязку специальную, вот. И этот кислород дал ожог на глаза. В 4 месяца мама заметила, что я перестала следить за кружками, и, короче, тогда она поехалась на больницу, и оказалось, что у меня произошла отстройка сейчас, короче, началась. Причем, вот, дальняя, вот. Мы много куда ездили, мне делали и лазерные операции, и потом оказалось, что мне нельзя было лазер, мне давали сильный лазер, и вообще чуть все глаза, короче, не сожгли мне. Но я никого сейчас не обвиняю, то есть врачей, да, то есть что случилось, то случилось, и уже ничего не вернешь. Много лет уже после этого прошло, вот. Как бы... Я, самое главное, вижу свет, и мне этого, в принципе, достаточно, потому что некоторые люди даже света не видят, а у меня хотя бы это есть, и то хорошо. В 5 лет мне делали 3 операции на глаза, потом в 11, 12, 13 лет мне делали, и многие спрашивают, почему у тебя один глаз белый, а просто мне в 11 лет сделали операцию, и после этого у меня вот такая ерунда пошла. Сначала мне сказали, что это пройдет, а потом оказалось, что у меня повреждение риговицы. А в операции мне отказали, так как слишком поздно, короче, уже было. Вот, то есть уже сейчас нельзя ничего исправить, и все уже остается, ну, то есть как есть, так есть. Да, мне было очень долгое время тяжело, и истерики тоже были, и там переживания были, но я уже смирилась как-то. У меня сейчас видит только один глаз, левый, правый не видит ничего вообще. Вот. Но я не отчаиваюсь, как бы жизнь продолжается, и близкие меня поддерживают, да, и друзья. У меня есть все нормально с этим. Вот. В техническом плане мне тоже не тяжело, я пользуюсь Инстаграмом, и Ютубом, и Ватсапом, и Телеграмом. Там их контакт, кстати, у них не спокойный, и потому что на телефон уже ставят специальные говорящие программы, это уже на большинстве телефонов, сейчас нужно сделать и на компьютере, и даже телевизор из говорящей программы тоже существует уже. Вот. Каждый элемент озвучивается, сейчас даже фотографии озвучиваются в Инстаграме, то есть на данном изображении, там, например, изображено там небо, там облако, и на улице, например, так озвучивают. Даже два приложения есть, которые тоже озвучиваются в графике, то есть с помощью которых можно их распознавать. То есть в техническом плане, в принципе, никаких трудностей нет. Я могу и тексты спокойно писать и так далее. Вот. Ну, короче, какая-то вот такая печальная история, но все как есть, так есть, все рассказала. Вот. Вкратце их, но рассказала. Вот. На этом мое видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши крутые комментарии, и не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего нового видео. Как вы знаете, видео выходят в понедельник и в пятницу, и в понедельник выйдет не кавер, а моя работа. Да, это будет акапельная работа, к сожалению. Я знаю, что вы хотите, чтобы было больше как бы видео с музыкой, но не всегда так получается. Просто я решила все-таки показать и свой текст, который я написала. И надеюсь, что вам понравится. Всем пока и ждите новое видео.